6 знаменитостей потерявших все свои деньги мы знаем о чем вы думаете как человек который зарабатывает миллионы долларов может обеднеть нам наверное миллиона долларов хватит до конца жизни но знаменитостям из этого видео нужно больше чем какие-то жалкие несколько миллионов необузданные траты и невоздержанность многих довели до богадельни досмотрите до конца и вы узнаете почему kanye west попросил у марка цукерберга 1 миллиард долларов но прежде чем мы начнем не забудьте поставить этому видео лайк подписаться на наш канал и включить уведомления а теперь поехали 6 знаменитостей потерявших все свои деньги майкл джексон все знают что майкл джексон был королем поп-музыки даже сегодня спустя почти 10 лет после его скоропостижной смерти в возрасте 50 лет в 2009 году его наследие продолжает жить он получил 13 грэмми 26 американских музыкальных премий и установил 40 мировых рекордов гиннеса можно подумать что он покинул этот мир невероятно богатым но ходят слухи что он до конца жизни был в страшных долгах майкл был очень расточительным его финансовые проблемы начались примерно в то же время когда его стали обвинять в непристойных отношениях с несовершеннолетними во время судебного процесса 2005 года бухгалтер криминалист подтвердил что майкл тратил больше денег чем мог себе позволить он тратил на 20-30 миллионов долларов больше чем зарабатывал за год в начале 2009 года у него даже отобрали его поместье в нэверленд и он не мог платить ипотеку за свой дом в лос-анджелесе к счастью у певца были состоятельные друзья которые помогли ему немного исправить финансовое положение но некоторые друзья в итоге сами подали на певца в суд один такой друг требовал взыскать с майкла 7 миллионов долларов после того как майкл в 2006 году не смог записать альбом автобиография на который ему выделили несколько миллионов долларов ему пришлось рефинансировать свой заем на 300 миллионов долларов в банке америки чтобы не обанкротиться и хотя налоговое управление сша оценила состояние майклов 434 миллиона долларов его представители сказали что эта сумма едва превышает 2000 долларов но учитывая что в 2016 году его имя принесло 825 миллионов долларов мы думаем что владельцев его имущества дела идут хорошо джонни депп джонни деппа называют самым универсальным голливудским актером но в последние годы он уверенно опускается на дно джек воробей больше не будет главным в пиратах карибского моря бывшая жена эмбер херт обвиняла его в домашнем насилии и даже его собственные телохранители подавали на него в суд и в интервью 2008 года для журнала rolling stone которая длилась 72 часа джонни сказал что его банковские счета пусты и хотя его актерская карьера принесла ему 650 миллионов долларов почти все эти деньги уже улетели в своей тяжелой финансовой ситуации джонни винит своих бывших менеджеров в 2017 году он даже подал в суд с требованием взыскать с них 25 миллионов долларов но менеджеры заявили что депп оказался в таком положении потому что ежемесячно тратил по 2 миллиона долларов на то что считал необходимым например 200 тысяч долларов в месяц джонни тратил на частный самолет однажды он потратил 3 миллиона долларов чтобы выстрелить из пушки прахом одного своего друга хотя сам депп заявил что эта выходка стоила ему 5 миллионов еще у него уходил миллион восемьсот тысяч долларов в год на охрану согласно финансовому докладу джонни и полугода не мог продержаться чтобы не опустошить свой банковский счет но к счастью для него за роль он получает десятки миллионов долларов но что в этом хорошего если он бездумно тратит эти деньги его финансовое положение было настолько плачевным в начале 2016 года что его бывшие менеджеры предупредили что денег у него осталось всего на 30 дней мы надеемся что это научило джонни быть более ответственным с деньгами 50 cent 50 cent сочинил несколько хитов начала двухтысячных например инда клапы и candy shop его ранние годы были тяжелыми ему даже приходилось продавать незаконные вещества на улице но несмотря на все трудности ему все-таки удалось прийти к успеху газета вашингтон пост даже оценила его состояние почти в 500 миллионов долларов в 2010 году и тут дело не только в его музыкальной карьере он является еще и бизнесменом он был одним из первых кто инвестировал деньги в витаминизированную воду на которой он заработал от 60 до 100 миллионов долларов после того как компанию в 2007 году купила кока-кола согласно документам суда сша по делам о банкротстве в 2015 году 50 cent только маркетингом и промоушеном зарабатывал 185 тысяч долларов в месяц большинство из нас не зарабатывает столько и за пять лет 50 cent бесконтрольно тратил свои деньги в то время суд даже обязал его заплатить 7 миллионов долларов матери ребенка одного из его конкурентов и 18 миллионов производителю наушников слик аудио все это привело к банкротству 50 cent а согласно forbes в 2015 году его состояние оценивалось 18 миллионов долларов а затем судебное постановление повесила на него долг в 32 с половиной миллиона но для 50 cent а банкротства это мелочь в интервью 2018 года для газеты guardian он сказал что это была просто реорганизация его финансов многие думают что он не серьезно относился к своему положению особенно после того как он запостил свое фото на котором он лежит среди пачек денег он сказал что деньги с помощью которых он составил фразу на мили были бутафорскими к счастью ему удалось выплатить свой многомиллионный долг и выйти из банкротства линдси лохан когда-то линдси лохан была самой очаровательной актрисой на экране ловушка для родителей дряные девчонки чумовая пятница это фильмы сделавший ее звездой на пике карьеры и и оценивали в семь миллионов долларов к несчастью линдси затянул мир дорогих вечеринок и запрещенных веществ в зените своей карьеры она тратила по полмиллиона долларов в год чтобы жить в шато мормон в этом скандально известном отеле она прожила пару лет она бы и дальше оставалась там но ей запретили появляться в этом отеле это произошло после того как у нее накопился долг в 46 тысяч долларов перед гостиницей но безудержные траты это не единственный способ избавиться от денег между 2007 и 13 годами линдси неоднократно нарушала закон она успела попробовать все пьяное вождение опасное вождение хранение незаконных веществ кража и нападение она классический пример молодой девушки которая слишком быстро повзрослела имея слишком много и родители не смогли привить ей дисциплину суд несколько раз обязывал линдси проходить лечение от наркозависимости что стоило ей сотни тысяч долларов в течение нескольких лет кроме того ей приходилось тратить много денег чтобы не попасть в тюрьму в 2017 году выяснилось что актриса до сих пор должна 100 тысяч долларов налоговой за 2010 14 и 15 года чарли шин даже выписал ей однажды чек на 100 тысяч долларов чтобы поправить ее материальное положение но кажется она наконец взялась за ум и теперь владеет популярным курортом на острове миконос майк тайсон майка тайсона часто приводят в пример как не нужно тратить деньги будучи профессиональным спортсменом его успешная боксерская карьера принесла ему более 400 миллионов долларов но он довольно безответственно относился к своим деньгам поэтому в 2003 году он заявил о банкротстве он тратил свои деньги на ювелирные украшения особняки машины лимузины телефоны вечеринки и мотоциклы так будто у него есть все деньги мира за несколько месяцев до объявления себя банкротом тайсон приобрел золотую цепь с бриллиантами за 173 тысячи долларов но оказалось что он не заплатил за нее ювелирный магазин в лас-вегасе спокойно отдал тайсон украшения потому что тут давно являлся их клиентом в итоге тайсон заявил что его долг составляет 27 миллионов долларов в месяц он тратил 400 тысяч долларов чтобы поддерживать свой образ жизни у него даже были тигры которые жили лучше чем большинство людей оглядываясь назад тайсон признается что привык зарабатывать много денег и использовал других людей в своих целях и хотя сейчас он далек от своих прежних заработков ему удалось взять себя в руки и его нынешнее состояние оценивается в 3 миллиона долларов kanye west когда речь заходит о знаменитостях потерявших свое состояние имя kanye west редко приходит на ум он женат на ким кардашьян че состояние оценивается в 350 миллионов долларов к тому же его рэперская карьера сейчас в самом расцвете поэтому сложно поверить что к не может обеднеть но 14 февраля 2016 года рэпер написал в своем твиттере что имеет долг в 53 миллиона долларов он даже обратился к марку цукербергу чтобы тот инвестировал 1 миллиард долларов в идеи kanye и помог ему в беде за три года до этого kanye сделал предложение ким кардашьян для этого он арендовал целый бейсбольный стадион и нанял чикагский симфонический оркестр но по его словам в долгу он оказался после того как попытался ворваться в индустрию моды его первая линия одежды пастель прекратила свое существование через несколько месяцев после запуска он также создал линию одежды в поддержку своего рекорд лейбла и даже потратил в 2011 году 30 миллионов долларов на создание линии женской одежды которая так и не попала в магазины в апреле 2018 года он написал в своем твиттере что на обуви он зарабатывает больше чем майкл джордан не знаем верить этому или нет но все равно это значит что сейчас его дела идут на поправку и это были шесть знаменитостей однажды потерявших все свои деньги а чтобы вы делали если бы получили миллион долларов потратили бы его или инвестировали бы в будущее спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на наш канал